Я знаю, что нужно твоей коже. Глубокое и интенсивное увлажнение и забота о её защитном барьере, микробиоме. Твоей коже нужна новая Дионика с увлажняющим комплексом. Роскошные текстуры, экспертный подход и формулы, протестированные лабораторно, заботятся о микробиоме кожи и сохраняют твою красоту надолго. Дионика нужна как вода. Друзья, всем доброе утро. Точнее, у нас ещё ночь-полночь. Девчонки проснулись в 3 часа. Сначала проснулась Варя, и за ней прям на минуту через 5 проснулась Настюша. Я специально выхожу с Варей в зал, чтобы она Настю не будила. Мне советовали спрятаться. Она расстроилась. Она хотела сейчас Варю поднять на ручки. Я говорю, Варя тяжёлая. И она расстроилась. Я специально с Варюшей выхожу ночью сюда, чтобы она не будила Настю. Но всё равно. Бывает, что Настя просыпается. Не всегда. Но может проснуться, к нам выбежать. Вот. Сейчас время 4 часа. Вот. Я думаю, что ещё часочек. Пободрствуем. И пойду их укладывать. У меня Настюша пьёт бутылочку. Ну, как молочко она пьёт на ночь. И вот если она просыпается ночью, то я ей тоже потом даём молоко. Варюшенька. Читала в комментариях. Ой, какие у нас чистые окна. Читала в комментариях. Ирина, как вы встаёте в 5 утра? Вот, девочки, если бы Варя не просыпалась, я бы с удовольствием поспала. Потому что специально я сейчас, конечно же, рано не встаю. Настюша, дай люпку. Помоги, ныщи, аду вверх. Куда наверх там все спят? Нет, я буду скучать без тебя. Ты что? Я вчера целый день спирала. Матюша, Баю-баю. Ну, отнеси к нам в комнату, Баю-баю. Только тихонько. Нет. А что, давайте. Ну, а здесь. Алисина кроватка наверху. Да? Да. Ну, она уже выспалась, как и ты. Давай её оденем, покормим. Давай? Моги очень надо. Я бы, конечно же, с удовольствием бы спала. Я раньше, ну, когда Настя была маленькая, я могла пораньше проснуться. Большие. Да? Большие? Очень. Это, наверное, Тонины. Тонины штанишки? Да. Когда Настя была маленькая, я помню, я любила сама встать пораньше. Пораньше любила встать. Меня Настя уже отвлекает. Я любила встать пораньше, пока все спят, спокойненько выпить кофеёк, так, знаете, побыть наедине с собой. Но сейчас я, конечно же, специально рано не встаю. Потому что вот такие вот у нас бывают ночью. Бывает, проснётся Настя с Варей, ну, Варя, в пять, бывает в четыре, вот сегодня в три, вчера она проснулась в час, мы с часу до трёх бодрствовали. Так что вот такой у нас пока режим. И когда совсем устану, я вечером ложусь вместе с малышами. Вот сегодня, правда, я уснула в двенадцать. Вот, я ждала Серёжу, хотя, по сути, могла бы лечь прям с девочками и нормально бы поспала. Но ничего, осторожно, Настя, осторожно, зайки. Я включила тёплые полы, так приятно. Спрашивали по поводу полов. У нас кварцвинил. Мы специально покупали такой неубиваемый, специально для складов. Он также подходит для детских комнат. Но он у нас стал отколупливаться, причём, я хочу сказать, очень сильно, вот здесь вот, видите? Ещё отколупился на кухне. Такая сильная полоска. Но говорят, что он не впитывает в воду, такой неубиваемый. Но воду действительно не впитывает. В общем, девочки, такая у нас веселуха. Забыла сказать, что я вчера специально Варю уложила спать один раз. Получается, с часу до трёх Варя спала. И потом уже вечером уложила. И всё равно она просыпается ночью. Если я буду давать ей один час спать днём, то она, конечно, не будет выдерживать. Я и так-то её с трудом дотянула. Я уже Варюшу начала докармливать смесью. Поэтому она точно не от голода плохо спит, а просто вот так вот просыпается и играет. Почитали с Настюшей сейчас книгу. Варюша начинает уже капризничать. Мама, это всё. Да, сейчас почитаю. Поэтому я надеюсь, скоро мы пойдём все спать. Всем доброе утро. Что хочу сказать. Мы поспали. Мы хорошо поспали до 9 утра. Спал Серёжа, Настя и Варя. Утром Серёжа старший поднял детей. Сам сварил кашу, покормил, отвёз в школу. Поэтому я, в принципе, чувствую себя хорошо. Ещё к нам должна сегодня приехать Надюша, наша нянечка. Няня. Иногда пишут, а почему вы няню называете нянечкой? Вы знаете, мы её любим. И она вот прям нянечка, нянечка, добрый, добрый человек. Не знаю, очень любит деток. И я рада, что Надюша работает у нас. Ну так вот, Надя приедет. Я говорила, что у нас на той неделе были каникулы у младших детей, у младшей школы. У них на неделю раньше начались, потому что был карантин. Сейчас они начали учиться. А у старших начались на этой неделе каникулы. Мы учимся по системе 5.1. Пять недель учимся, неделю отдыхаем. Ну так вот, и у нас в планах сегодня-завтра, скорее всего завтра, куда-нибудь со старшими съездить. С Машей и Петей. Потому что в выходные к нам приезжала Серёжная сестра Лена. И с ней уехала Таечка в гости. У Лены есть дочка, ровесница Таи. У них разница там 2-3 недели. Вот, поэтому на 3-4 дня уехала. И вот в четверг должна приехать. Ну да, на 4 дня. А я на днях чистила межплиточные швы. Чистила пастой бренд Фри. Её как раз удобно использовать для очищения вертикальных поверхностей, для которых жидкая бытовая химия не подходит. Также хочу почистить Кристинин стол. Он весь в фломастерах, в карандашах. И заодно ещё помою раковину. Думаю, вам уже всем знаком этот бренд. Я делилась с вами впечатлением о кислородном отбеливателе и карандаше пятновыводить. Смотрите, нанесла пасту на влажную губку и протираю швы, создавая пенообразование. Теперь оставлю пасту буквально на 3 минуты для воздействия активных компонентов. Паста подходит для уборки различных поверхностей в доме. Согласитесь, это очень удобно на кухне, в ванной, чисткой обуви и других загрязнений. Даже маркер сотрёт с поверхности. Кстати, очень приятный запах. Смотрите, мягкий абразив помогает бороться с различными типами грязи, включая жир, плесень и известковый налёт. Кстати, также паста легко справится с чисткой рук после авторемонтных, малярных и огородных работ. И главное, что паста без едкой химии, я могу не переживать за кожу рук и мыть даже без перчаток. Вот смотрите, немного протёрла. Где надо было, я просто добавила ещё пасты. И потом просто тщательно смываю водой или можно протереть влажной тряпочкой. Чистящая паста бренд Фри выпускается в очень удобной упаковке. Объём банки 500 мл. И этого количества хватит на длительное время использования. При этом паста не потеряет своих свойств и не заветрится. И вот посмотрите сами результат до. У нас хоть и стоит фильтр, но вот несколько месяцев вообще здесь не мыло швы. Посмотрите, какая чистота. Главное, никаких химических запахов после применения и расход экономный. И показываю Кристюшин стол, какой он был до и какой после. Конечно же, ссылку я оставлю для вас под видео. Поэтому переходите и сами лично убедитесь, какое большое количество хороших отзывов оставили те, кто уже приобрёл и пользуется пастой бренд Фри. На обед я сегодня приготовлю супербыстрое блюдо. Это куриная грудка на гриле. Делаю вот в такой бумаге для жарки. Какая же она получается сочная, вкусная. Я по вашим советам решила попробовать просто приготовить на пергаментной бумаге. Я сама посолила, поперчила, специи добавила, но всё равно она не такая вкусная. С этой бумагой получается супер. Когда акция в магазинах, я беру. А ещё, оказывается, она продаётся на Валперес, там ещё выгодней. Скорее всего, есть и на Озоне. Надо, кстати, посмотреть. Выгоднее. Также получаются сочные крылышки, уже без бумаги. Просто добавляю специи. Вкусно. Дети с удовольствием едят. И вкусно получаются куриные ножки, голени. Также здесь варю супчик для Варюши. Ну, Настюша тоже захочет. Здесь у нас куриная грудка, картошка, морковка. Добавила брокколи. Луковичку я сейчас отсюда вытащу. И добавлю макарошки-звёздочки. Варюша такой супчик любит. Куриную грудку я на маленькие кусочки разделю на волокна. И она их так мусолит. Блендерить уже я ничего не буду. Мы решили на гарнир спагетти. Мы сюда, кстати, ломаем спагетти. Надо будет ещё их сейчас помешать и посолить. Супчик Варюши готов. Ну, Настюша, я говорила, тоже захочет, скорее всего. Ну вот. Оказалось, что звёздочек не оказалось. Но у нас такие маленькие ракушечки были. Вот они. Готовая куриная грудка в первой части. Первая партия. То есть мне уже всё надо доставать. Сейчас, Серёж. Вот. Смотрите, какую мне красоту подарила Машенька. Сама вчера сделала. Такие цветочки. Тюльпанчики. Прекрасно. Вот этот бантик. Вообще прелесть. Здорово. Всё ровно. Очень всё ровно. Очень всё красиво, Машуля. Я так люблю детские подделки. Все сохраняю. Фотографирую. Всё прелесть. Спагетти у нас сварились. Сделали, Петя, смешный салатик. Здесь есть и салат, и помидорки. И мы решили ещё на гриле сделать грибочки. Тоже вкусно получается. А куриная грудка у нас частично готова. Она такая сочная, если бы вы знали. Вот. И это уже я пожарю без бумаги. Потому что бумага закончилась. Я так обжарю после грибочков. Ну, а сейчас будем обедать. У меня ещё Настя с Варей спят. Я думаю, сейчас мы спокойно поедим, а потом уже буду их будить, кормить тоже. Девчоночек своих. Сейчас курочку ещё разделаю. И всё. Кто сейчас за столом, желаем всем приятного аппетита! Вышли немножко перед сном прогуляться. Настюша на велике. На беговеле. Настя на беговеле. Серёжа на самокате. Крестюша своим ходом. Сейчас Андрюшка там ещё хочет тоже велик взять. А я на самокате. Ой, да хорошо на улице. Плюс 7 градусов. Обещают на днях. Дожди, дожди, дожди. Пока сухо, вообще прекрасно. Классно. Такие самокаты. Мигающие колёсики. Класс. Андрюша, осторожно. Ну а дальше я вставлю кадры, как мы ездили на прошлой неделе в игровой центр. В Телеграме тоже делилась фотографиями. Кто на нас, кстати, там не подписан, подписывайтесь. Я уже выложила фотографии наших окон. Они приехали. Друзья, а у нас сегодня новый день. Настя очень-очень крепко любит обнимашки. И Крестюша тоже. Друзья, а у нас сегодня новый день. И знаете, спонтанно решили поехать в Москву. В развлекательный комплекс. А помните, мы ездили в Юки-Джой. Там батуты, шарики, горки. В общем, съездим. Дети там наскачутся. Младшие дети. У них каникулы. А старшие пока ещё в школе. Думаю, со старшими мы на следующей неделе уже куда-нибудь съездим, когда младшие будут учиться. Да! 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 Ой, девочка заплела, переодела. И мы сейчас пообедали как раз. Настюша будет в дороге спать. Настюша и Серёжа поспят. Да, может, Кристиночка поспит. Да. Настюша хорошо сейчас в машине поспит. Да, ну, да, Соня. Улыбнулся. Серёжа так обрадовался, когда ему сказали, куда едем, да? Закроем, закроем дверку, да? Папа, я всё равно шумела. Давай, ручка. Здорово. Привет, Стюш. Ты грустишь. Устала? Не можем. Не можем. Удобно всем? Такая сразу тишина. В машине Настя сейчас расплакалась. Она спать хочет. Маленькая девочка моя. Сейчас баренькой будем, да? Маленькая. Я хочу всё увидеть. Помаши всем ручкой. Еее! Так, друзья, ну мы почти приехали. Мне даже не верится, что когда-то мы здесь снимали квартиру. И будете наверняка спрашивать, потому что всегда, когда снимаю игровой центр, спрашиваете, где это? Метро Тёплый Стантор, Говый Центр Спектр. Это не реклама. Нам удобнее всего именно сюда ездить, потому что недалеко. Сколько? Часть по времени, и мы уже здесь. Сейчас припаркуемся. Это хорошо, что Настюша и Серёжа поспали. И я думаю, мы там пробудем, не знаю, часов пять, так точно. Кто там, Настюш? Мимимишки. Мимимишки, кто такие люди? Мы заезжали в магазин, Серёжа купил воды с собой, потому что, конечно же, сразу хотят все пить. Мишки, парни. Ну и перекусик такой. Небольшой перекус, а уже покушают полноценно там, внутри. Серёжечка. Серёжечка, приехали. Мама, я хочу уже булочку. Булочку. Мы сейчас перекусим. Внутри, наверное, перекусим. Лифт сломался. Идём пешком. Пойдём. Серёжа, снимай курточку. Кристиш, издевайтесь пока. Сейчас вам браслетики оден. Пока. Кристиш, вы брожули. Сейчас пойдём, пойдём. Давай. Давай. Поднимай чуть-чуть. Кристиш, пусть, короват, бац, сразу же, как зайдёте. И в долгие правила, как раз, придётся. Всё, хорошо. Андрюшка уже вовсю скачет. Вон там Лёша, Ксюша. Пускай напрыгаются, потом спать будет отлично. Давай, прыгай, Андрюшка. А то всё дома на диване, да на диване. Прыгайте. Развлекайтесь. Так, я пойду Настюшу сейчас переодену. Пойдём искать Серёжу. Давай, осторожно. Осторожно, Лёш. Андрюша, осторожно. Осторожненько, ребят. Пойдём, Настюш, искать Серёжу. Давай, залезай. Иди. Ёжик? Похож. О, вон Серёженька. Держись, держись, держись. Ох, ты моя девочка. Ну как? Не испугалась? Отойди, отойди. Давай. Иди сюда. Понравилось? Да. Не испугалась? О, смотри, как Серёжа. Здесь, наверное, она испугается. Иди сюда, Настюшка. Идём. А ты можешь вот там вот подняться, тебе поможет Крестюша. Вот как надо. Покажи нам, Лёш, как надо кататься. Мама! Я наверху! Ты где? Вот он. А, вот он. Андрюша, видишь, Настя? Вон, она наверху лазит. И я дуряю. Ты тоже туда хочешь? Да. Ты же хотела на батуту попрыгать, на батуту. Да. Мама, давай Настюшку. Давай. Давай с Настюшей. Крестюша хочет прокатиться вместе с Настей. Ух ты! Настюш, понравилось? Да. Крестюша говорит, весело. Да. Пойдём ещё. Нет. Нет, ты хочешь? Тарзанка. Я думаю, где там Серёжа наш? А он вон. Серёжа, а пойдёшь с нами наверх, Серёж? Ксюшенька везде подсказывает Насте, где можно поиграть. Давай. Папа, я вон нет. Давай. Андрюша говорит, давай в лабиринт пойдём. Ой, Андрюшка зовёт с ним. Да, Андрюш. Мне здесь, конечно, не очень-то совсем удобно. Ура, мы нашли выход. Пришли, пришли. Ох. Называется «Найдите Ксюшу». Осторожненько. Ой, Ксюша, она тяжёлая. Это бы так её не поднимало. Настюша сюда ещё не дошла. Мне кажется, Насте здесь понравится. Я здесь так хорошо присела. Ох. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца Поставьте пальчик вверх, нам будет очень приятно И увидимся с вами совсем скоро Всем пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok